коллеги всем добрый день мы сегодня хотели бы подсветить про аналитические сервисы которые есть в хэдхантере дело в том что хэдхантер безусловно как один из самых больших и популярных джоббордов россии имеет огромный массив данных которые мы безусловно анализируем и на основе которых строим свои прогнозы в том числе по трендам которые будут происходить на рынке труда плюс у нас есть большое количество аналитических сервисов которые уже сейчас используют наши чар-специалисты для того чтобы понимать как выстраивать стратегию как выстраивать свое поведение на рынке труда у нас есть бесплатный ресурс стоит чечет здесь просто напоминание о том что в любой момент можете на него зайти посмотреть что происходит на рынке труда в вашем регионе и в разрезе до профобласти но та проблематика с которой мы сегодня хотели бы выйти это как раз отсутствие единой системы координат которая могла бы прогнозировать нам дисбаланс на рынке труда в разрезе профессии в разрезе востребованных навыков и компетенций мы сейчас в хэдхантере строим свою таксономию таксономия это наука о классификации больших иерархических и квалификации иерархических данных и мы ее строим уже там третий год наверное дело в том что хэдхантер как один из лидеров рынка обладает видит поведение практически 50 процентов участников рынка труда и это точно статозначимые данные которые мы можем анализировать и по которым мы можем строить и давать какие-то прогнозы здесь представлена принципе модель каким образом мы примерно анализируем данные безусловно мы используем машинное обучение при анализе этих данных мы анализируем все индустрию профессию навыки в каждой профессии какие обязанности как сдвинулась та или иная динамика и чем мы отличаемся например от тех же профстандартов которые есть на рынке труда они как правило находятся в статике мы написали один раз профстандарты прошло 10 лет мы их пересмотрели что-то добавили еще на 10 лет забыли мы же видим рынок труда в динамике и у нас динамические данные соответственно мы каждый раз можем делать предсказательные модели как бы это не звучало но тем не менее мы каждый раз можем делать предсказательные модели по рынку труда и они могут быть востребованы всеми участниками рынка в том числе образовательными системами когда мы можем идти в образовательной сфере от того что именно требуется рынку они от того что ну показалось нам чему надо мучить наших детей. Собственно, на примере, если привести, каким образом мы можем применить таксономию, мы берем позицию фронт-энд-разработчика. Вообще фронт-энд-разработчику 10 лет назад единственное требование, которое предъявлялось рынком, это знание HTML. Сейчас к этому добавилось знание UX, UI, Figma и так далее. Это все за одну зарплату, но тем не менее. Мы знаем HeadHunter, знает, безусловно, те компетенции, которые ему понадобятся в этой профессии, просто даже если он укажет название резюме или, допустим, название компании. С помощью нашего искусственного интеллекта мы подскажем ему, какие навыки ему еще нужно указать в резюме для того, чтобы позицию он получил. И также, если говорить про предсказания, мы, видя в динамике и вакансии, и резюме, можем предсказывать, что, например, вот эти навыки, которыми он сейчас обладает, они уже, в принципе, на рынке распространены очень сильно, и эта позиция может вообще соответствовать джуновской. Так, сейчас. Ну, про дефицит кадров мы все знаем и сегодня много об этом говорим. Мы в HeadHunter идем в skill-based подход. Уже буквально три года мы это используем. И нам кажется, что этот подход может быть в том числе выравнивать тот дисбаланс на рынке, который есть. Когда мы оцениваем кандидата, который к нам пришел на позицию не по корочке, не по уровню образования, а потому что он действительно умеет и то, что он действительно знает. И здесь в том числе убирается и пресловутый иджизм, который мы всегда используем. Там 45+, все это не мой кандидат. Посмотрите на навыки. Чем человек обладает, что он умеет. Ну и, безусловно, резюмируя все вышесказанное, мы, обладая за 20 с лишним лет огромным массивом данных, действительно можем их анализировать, действительно они являются актуальными и динамичными. Мы имеем большой круг экспертного сообщества, об которое мы постоянно бьем свои гипотезы, какие-то свои прогнозивные модели. Мы, безусловно, учитываем профессиональные стандарты рынка, но напомню, что те данные, которые мы получаем, они динамичные. Ну и, собственно говоря, таксономии, прогнозивные модели HeadHunter, они могут помочь в том числе и государству в создании образовательных моделей. Мы сейчас уже плотно сотрудничаем с ВУЗами и СУЗами, с СПО-системами, когда подсказываем в том числе на наших исследованиях, какие навыки или какие профессии находятся в дисбалансе, кого очень много и кого уже, в принципе, можно не так сильно и активно учить, а кого катастрофически не хватает и на что стоит обратить внимание. У нас сейчас на HeadHunter можно провалидировать около 16 навыков, и мы подсвечиваем работодателям эту оценку. У нас достаточно большое количество тестов, и на конца года мы будем валидировать 30 навыков. Около миллиона 700 пользователей уже этим воспользовались. Самое популярное, безусловно, это валидация языков программирования, Python или знания иностранных языков, например. И у нас в конце прошлого года был запущен достаточно большой проект с РСВ на России «Страна возможностей». Наверное, вы знаете о том, что у них есть центры компетенции, в рамках которых они, например, оценивают скиллы студентов. И, собственно говоря, мы теперь скилл-паспорта студентов прикрепляем в резюме студентов, которые у нас размещаются. Естественно, это добровольно. Редактор субтитров А.Семкин